МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Нам надо еще подключиться и обратить на него внимание. Предупредить мусорный коллапс. Анапские депутаты выступили с обращением к Законодательному собранию края рассмотреть ситуацию с региональным оператором сбора ТБО. Данная норма утверждена приказом Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края. Сколько стоит тепло в доме? Анапские энергетики рассказали, из чего складывается сумма оплаты за отопление в квитанциях. Ангар огромный, открытый. Стоят мешки с песком внизу, прямо на этом самом полу. Хлеб с сюрпризом. Соблюдаются ли санитарные правила в частных мини-пекарнях? Собственное расследование. Анапа вошла в число городов с лучшими дорогами. Исследование охватило 150 крупнейших населенных пунктов России. В среднем по стране люди оценивают качество дорог ниже среднего 4,5 балла по 10-бальной шкале. Первое место в рейтинге занял Грозный. Лучшим регионом стал Краснодарский край. В топ-10 городов рейтинга попали сразу 4 населенных пункта края. Кроме Анапы, это Геленджик, Сочи и Армавир. Отдельно в исследовании учитывались города-миллионники. Здесь первое место заняла Москва, второй Пермь, а третье недавно влившееся в ряды миллионеров Краснодар, сообщает домофон.ру. Анапские депутаты попросили краевые власти рассмотреть ситуацию с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Решить проблему нужно до января следующего года, иначе тарифы на вывоз мусора могут сильно вырасти. Договор на 10 лет был заключен ЖКХ Красноармейского района. Депутаты муниципального совета не скрывают своей обеспокоенности перспективами новых правил вывоза мусора. В частности, по их мнению, в соглашении должен быть прописан пункт о строительстве межмуниципального полигона. Площадку, соответствующую всем экологическим нормам, планировали построить в станице Варениковской еще несколько лет назад. Мы все с вами знаем, что на территории нашего района полигон закрыт, и у нас эта возможность захоранивать на территории нашего района отсутствие. Фактически, в рамках действующего соглашения, муниципальное образование, город Куртанапа с 1 января 2019 года на 10 лет приобретает немощного инвестора, имеющего финансовую и техническую возможность строительства межмуниципального полигона, отвечающего всем требованиям, экологической безопасности, а обычного подрядчика по сбору и транспортированию ТКО из другого района Краснодарского края. Депутатский корпус принял обращение к председателю законодательного собрания края Юрию Бурлачко и вице-губернатору Кубани Анатолию Вороновскому. В нем изложена суть проблемы, по-настоящему волнующий анапчан. В следующем году оператором по вывозу мусора в крымской зоне, в которую вошел и город-курорт, станет многопрофильное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района. Они должны вывозить, обрабатывать и утилизировать мусор. Однако, как говорится в обращении, до настоящего времени оператор не желает выстраивать конструктивные диалоги ни с администрацией Анапы, ни с действующими предприятиями по санитарной очистке территории. Он не знает спецификации работы в высокий курортный сезон и не обладает в достаточном количестве собственными производственными и трудовыми ресурсами. Система тарифов нового оператора, как считают депутаты, грозит увеличением платы для анапчан. Это мы допустить с вами не можем. И так давно, каких-то два года назад, у нас произошло уже один раз резкое увеличение. Поэтому спасибо Анжелика Ашалуисовна, она очень беспокоится и уже неоднократно ездила в краевую администрацию, в ЗСК, ставила эти вопросы, поэтому нам надо еще подключиться и этот вопрос решить, обратить на него внимание. Наилучший вариант для Анапы, как считают народные избранники, строительство собственного полигона. Но оператора, по их словам, не устраивает это предложение. Здесь депутаты муниципального совета намерены заручиться поддержкой своих коллег из законодательного собрания края и все-таки прийти к решению, которое будет соответствовать интересам анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. В начале ноября некоторые анапчане получили квитанции со счетами затопления, хотя фактически весь месяц батареи оставались холодными из-за теплой погоды. В компании «Теплоэнерго» пояснили, что по правилам, установленным региональные энергокомиссии, в домах, где нет общедомовых приборов учета тепла, плата за отопление берется за полные 7 месяцев отопительного сезона. Данная норма утверждена приказом региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10 января 2017 года, номер 1-2017 НП, и применяется повсеместно на территории Краснодарского края. Фактическое начало отопительного сезона связано с установлением определенного температурного режима в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, а именно установление среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Однако, согласно постановлению администрации муниципального образования города-курорта Анапа, номер 1116, от 4 июня 2018 года, фактически отопление может быть включено и ранее по заявкам потребителей. И к другим темам. Десятки студентов со всего Краснодарского края приехали в Анапу на парад поколений трудовых отрядов. Это заключительное мероприятие, посвященное столетию ВЛКСМ. На одной площадке встретились ветераны комсомола, а также юные бойцы студенческих трудовых отрядов движения, которые смогли не только узнать историю создания ВЛКСМ из первых уст, но и пообщаться с работодателями, принимающими студентов. ВЛКСМ – молодежная общественно-политическая организация, созданная 100 лет назад. Ее главная задача заключалась в помощи партии и воспитании подрастающего поколения. Первичные организации создавались на предприятиях, в совхозах, учебных заведениях и частях Советской Армии. За всю историю комсомола в его рядах состояло более 200 миллионов человек. Это современная молодежь, продолжающая традиции студенческих трудовых коллективов. На протяжении последнего года мы ведем активную деятельность для развития нашего вузовского штаба, принимаем участие в огромном количестве форумов, проводим в Краснодарском крае добровольческие, патриотические акции. Сегодняшний слет показал мне, что в Краснодарском крае очень сильное студотрядовское движение, большое количество активных ребят, которые готовы с каждым днем все больше и больше развивать студенческие отряды в нашем регионе. Парад трудовых отрядов – заключительное мероприятие, посвященное столетию комсомольского движения. В городе-курорте собрались десятки студентов из Краснодара, Сочиного, Российской, Геленджика, Анапы и других городов Краснодарского края. По словам организаторов слета, участники движения смогут не только пообщаться со своими единомышленниками, но и узнать о зарождении в ЛКСМ и самых масштабных проектах от ветеранов комсомола. Вся техника была, не было жилья, и была поставлена задача построить жилье. За время работы было построено 12 жилых домов. Полностью отштукатурена школа десятилетка. Оказана безвозмездная помощь ветеранам войны труда. В свободное время делали ремонт. Образовательная программа тоже есть. Вчера проходила встреча волонтеры, Центральный банк России рассказывали финансовое просвещение. Плюс занимались ребята, тренинги проводили им для установления лидерских качеств. Также они узнают, кто такой командир, комиссар, полностью для себя подчеркнут, какие недостающие факторы еще у них есть, чтобы потом в дальнейшем работать в этом качестве тоже. С праздником участников слета поздравили лучшие анапские коллективы, организации, формирующие студенческие отряды, а самих комсомольцев наградили почетными грамотами и благодарностями. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Сегодня Россия вместе с другими странами отмечает Всемирный день качества. Традиция, подчеркивающая необходимость постоянного повышения качества жизни, появилась в 1990 году. В преддверии этой даты один из популярных сервисов бронирования жилья выяснил, какой регион, по мнению россиян, предоставляет самый качественный отдых. Краснодарский край лидирует в этом рейтинге. Почти 40% респондентов отметили, что самое качественное жилье и лучшие программы отдыха предоставляют на Кубани. Регион с большим отрывом обошел остальных претендентов. Второе место участники исследования отдали Республике Крым на третьей строчке Ленинградская область. И в продолжение темы контроля качества, в том числе и пищевой продукции. В хуторе просторной местная жительница нашла несъедобные добавки в купленном хлебе и обратилась в нашу редакцию с просьбой проверить деятельность мини-пекарни. Наша съемочная группа провела собственное расследование. Привычная покупка хлеба для Людмилы Алексеевны обернулась неприятным сюрпризом. Жительница хутора просторной в буханке обнаружила явно несъедобный ингредиент. Один раз, один раз хлеб, когда был куплен из этого магазина, вот примерно вот такой вот кусок, кусок похожий вот, я говорю, спекшийся, грязный вот такой, черный и твердый. Я подумала, что может не допекли. И это, по словам Людмилы Алексеевны, не первая ее претензия к качеству этого хлеба. Последний случай, говорит, стал и последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Пенсионерка решила провести собственное расследование. Ей удалось попасть на саму пекарню. Забиты все, холодильники эти все забиты там, и пахнет тоже запах такой, знаете, какой тяжелый запах. Ладно, ну я покрутилась, говорю, пойду посмотрю. Нет, мол, мы печем и булочки, и хлеб, и торты. Вот я обошла кругом, поглядела. Значит, ангар огромный, открытый, да, стоят мешки с песком внизу, прямо на этом самом, на полу. И хлеб, вот здесь хлеб, там хлеб, там хлеб. После всего увиденного Людмила Алексеевна решила обратиться в надзорные органы и в нашу телерадиокомпанию. Повторный визит в мини-пекарню уже фиксировался видеокамерой. Территория складских помещений, где обосновались хлебопеки, чистотой не блистала. Пейзаж дополняли пасущиеся рядом домашние животные. К ним здесь, видимо, у всех особое отношение. В самой пекарне, куда нас любезно пригласила хозяйка, нас встретил местный любимец. Только вот санитарные врачи это соседство вряд ли одобрят. Как и пикантное дополнение, которое было замечено прямо в тесте. После всего увиденного и зафиксированного съемочной группой, тон у радушной хозяйки резко поменялся. Мы просто хотим, чтобы была картинка. То есть мы хотим показать все, как есть. Мы ни на кого не наговариваем. Вот то, что есть внутри. Давайте, все, выходите. Выходите, просто пошли. Результатом стало сломанное оборудование и заявление сотрудников телерадиокомпании в полицию о порче имущества. Проверку мини-пекарни вслед за нашей съемочной группой провели сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в поселке Просторном осуществляет деятельность мини-пекарня с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой подготовленные исковые заявления с требованием приостановить деятельность данного логического лица до полного устранения выявленных нарушений. Они не могут производить хлеб, если это какую-либо хозяйственную деятельность. Помимо этого, руководству мини-пекарни грозит солидный штраф. Да и репутация теперь у предприятия «Восход» явно подпорчена. Никита Бойко, Ксения Семькор, Аман Беркалиев, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Курортный «Олимп-2018» определит лидеров санаторно-курортной отрасли Кубани 30 ноября. Официальная церемония награждения победителей и призеров краевого конкурса состоится в Геленджике. Ожидается, что в церемонии примут участие более тысячи представителей предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса региона, в том числе и Анапы. Запланированы концертные программы чествования лучших сотрудников отрасли. В этом году на участие в Курортном «Олимпе» от предприятий туристской индустрии подали более 260 заявок. Это в два раза больше, чем в 2017 году, сообщили в Минкурортов Кубани. В этом году разыграли 17 номинаций, в том числе новые. Название «Лучшее туристическое событие года», «Лучший муниципальный пляж», «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления» и «Восстановленные», «Лучшая детская здравница» и «Лучший кемпинг». 10 ноября в субботу в Анапе в четвертый раз состоится турнир по мини-футболу на Кубок Совета молодых депутатов города-курорта. Главный трофей разыграют 12 команд в разных возрастных категориях – от 14 до 18 лет и от 18 до 25 лет. Участвуют спортсмены из Геленджика, Темрюка, сельских округов, высших и средних учебных заведений, а также общеобразовательных школ города-курорта. Состязания будут проходить по смешанной системе – Олимпийской и Круговой. Поболеть за юных футболистов приглашаются все желающие. Турнир откроется в 10 часов в Анапской школе номер один. Для жителей Анапской проведут День здоровья. В субботу в амбулатории Станицы жители сельского округа смогут получить бесплатные консультации узких специалистов – терапевты, невролога, эндокринолога, хирурга, лор-врача, кардиолога и офтальмолога. Также будут проводиться обследования и измерения роста веса, артериального давления, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре. Каждый участник мероприятия получит рекомендации по вопросам здорового образа жизни, правильного питания, профилактики гриппа. Мероприятие пройдет с 9 до 13 часов по адресу Станицы, Анапская, улица Советская, 27. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Абонемент для женщин «Витязь», 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 «Витязь» 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 «Вит